я вам сейчас покажу какие семена петуньи я купила лежат наверно за неделю но все никак не осмелюсь посеять кофе пила взяла уже знаете вот некоторые второй раз сеяла буду третий даже сеять вот такие вот знакомые уже мне хорошо кстати выходили дай бог чтобы в этом году вышли хорошо и удачно вот такую тоже сеяла ампельная лавина синяя звезда и вот эти вообще мне очень нравятся крупноцветковые вот такие вот шикарные петунии вот этот первый раз увидела взяла петуния гибридная крупноцветковая тоже такая красивая на картинке с такими резными кончиками с лепестками а вот это вот какая-то микс роскошные махровые соцветия смотрю уже многие сеют уже у некоторых даже всходы а я все никак не решусь но знаете почему позапрошлом году высевала числа наверно 10 февраля в прошлом году высевала двадцать двадцатого наверно до 20 февраля и вот они у меня рано начали цвести еще стояли на подоконнике но сорт наверно у меня такой был и все-таки я решила немножко позже в этом году посеять наверно посею я тоже числа 20 может быть 5 февраля ну как-то темно весь март еще темный они-то по-любому нуждаются в подсветке ну вот что-то я решила в этом году еще припоздниться еще позже их посеять ну в общем начинается у меня цветочное настроение я уже запаслась вот такими семенами овощные еще вообще не покупала и сейчас я вам покажу какие комнатные цветы я хочу посадить ну вот такие вот у меня сейчас отростки это вот со мной поделилась моя сестра двоюродная моя кума танюшка привет тебе и спасибо большое за такие отличные череночки кустики или как их правильно назвать отросточки ну вот это вот как я понимаю это главным а вот это вот декабрист вот я не помню какого цвета малиновый что ли кто-то 2 отросточка надо будет земли купить и посадить в общем опять у меня начинается такой вот посадочный посевной ажиотаж у меня в этом году зимой очень много цветов пропало ну и вот я решила обновить свой сад-огород комнатных растений в общем как говорится с миру по нитке голому рубашка еще будут у кого-нибудь найти хочу монстеру раньше у меня росли монстеры шикарная дна была крупно листовая очень большие у нее крупные цветы его и крупные листья были она у меня такая там огромная вымахала но потом я делала ремонт и как всегда знаете было не до растений и я ее в общем загубила ну вот у меня я же говорю периодически вот такая вот хозяйка у меня бывает такой настрой что я перевожу цветы а потом заново начинаю с ними опять дружить и еще у меня была монстера мелколистная но она такая знаете вьющая была вьющийся шикарная тоже растения ну вот бывает что надоедают цветы а еще хочу филадендрон что-то меня потянуло вот на такие опять на зеленые на вьющиеся честно говоря надоели мне вот эти папоротники аспарагус папоротник постоянно сыпется наверное все таки воздух зимой очень сухой в доме но я не буду же его каждый день таскать в ванну и обрызгивать а на месте не могу потому что они у меня стоят в зале и там ковер но и вот поэтому хочется мне вот такие вот растения заводить типа таких вот вечно зеленых листовых ну и хочу конечно я вот этот цветочек я вам как-то уже показывала мои они совершенно другого вида я сейчас даже покажу принесу сравнить но мои ни разу не цвели уже им наверное лет по 5 а то и по 7 но ни разу не свели то ли что-то им не по климату я не знаю я их уже и рассаживала пересаживала и вот хочу теперь посадить вот этот декабрист как он еще зига каптус для называется но таня говорит что он у нее цветет вот такой хочу цветок и хотелось бы мне разноцветные в своем арсенале займите сейчас я вам принесу покажу свой какой у меня не цветет вот такой вот отломала росточек сейчас я вам для сравнения покажу может быть кто-то знаток знает видите вот как выглядит мой у у него совершенно другие листочки и как выглядит тот которым 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 со мной поделились они абсолютно разные ну в общем хочется мне посадить но мне нужно землю освежить у меня земля уже старая надо будет покупать свежую землю и и для питунек и для комнатных растений